Как делишки, ребятишки, с вами Става Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию рубрики без модов, рубрики, которая так редко начала у нас выходить. Поэтому, ребята, сегодня я решил сделать новую серию, я надеюсь, что вы этому очень рады. Сегодня, ребята, мы станем сыном Херебрина, не самим Херебрином, а сыном Херебрина. И силёнок у нас будет в 3-4, а то и в 5 раз больше, чем у нашего папаши. Всё это вы узнаете в этой серии, но перед этим, ребята, набираем еще 500 лайков, сразу выходит новое видео, новая серия. Чем быстрее наберем, тем быстрее выйдет, ребята. Это всего лишь одна секунда, потратите эту секунду, чтобы поставить лайк, я буду этому очень сильно рад, и выпущу новое видео как можно быстрее. Также вступайте в нашу большую и дружную семью подписчиков, ребята, я буду очень сильно этому рад, потому что каждый подписчик для меня как друг, я всех вас приглашаю подписаться на мой канал, кто еще этого не сделал. Потратьте всего лишь 2 секунды, ребята, лайк, подписка, за это выйдет новое видео, сразу же, честно, как только мы наберем нужное количество лайков. Ребята, не тянем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы будем начинать. Давайте найдем подходящее местечко для того, чтобы превратиться в сына Херабрина. Да, вот мне кажется то, что будет... Да, тут, в принципе, замечательное местечко возле полиции, как я понял, сейчас мы даже уничтожим эту полицию, вот возле этого крутого дома. Что нам нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нам нужно выдать командный блок, ребята, не спрашивайте меня, пожалуйста. Помогайте людям, которые спрашивают, как выдавать командный блок, потому что я не знаю, то ли это тролли, то ли это люди, которые реально не могут понять, как выдавать себе командный блок, но выдавать его, ребята, можно вот с помощью этой команды, которую вы сейчас видите в чате. Потом ставим командный блок, допустим, где-то вот сюда на дорогу, чтобы потом не уничтожить вот эту всю структуру и вписываем саму команду, ссылочка на которую находится уже в описании, ребята. Заходите, копируйте, устанавливайте её в свой мир Майнкрафта и просто-напросто пользуйтесь. Устанавливаем. Если у вас в чате появилась вот такая длинная сказочка, ребята, это всё команда. Не спрашивайте меня команды, потому что я их не знаю на память. В этих командах находится вот столько символов, а то в 3-4 раза больше они все не стоят в чат. Поэтому, ребята, команды нереально длинные и там просто-напросто рандомные символы. Поэтому вот такие вот команды. Потом активируем вот этот командный блок с помощью редстоуна или чего-либо. Ждём, пока это всё установится. Если у вас вот такая махина появилась в вашем ванильном мире, значит команда была успешно активирована и установлена, что самое главное. И сейчас, ребята, прописываем вот эту команду setworldspam. Это для того, чтобы эта команда работала в любом уголке вашего мира. И подальше, подальше, подальше отбегаем вот от этой махины, дабы просто не уничтожить свой компьютер. Потому что лагов, если честно, очень много. Включаем день для того, чтобы получше видеть всё, что будет сейчас происходить. Но что нам нужно, ребята? Как нам вообще воссоздать ДНК Херабрина, чтобы превратиться в него или в его сына? Как я уже, в принципе, сказал. В первую очередь нам нужно Незер Стар. То есть нам нужно убить Визера для того, чтобы стать Херабрином. Мне кажется, это равноценный обмен. Даже слишком маленькая какая-то цена для того, чтобы стать Херабрином. Потом, ребята, нам нужно Блейз Род, Палочка Ифрита и также Слеза Гаста. Вот так. Вот так, ребята. Замечательно. И нам нужно это всё... Не знаю, чем он там увлекается. И нам нужно всё выкидывать в таком порядке. То есть в такой последовательности сначала Незер Стар, потом Блейз Род и потом Гастир. То есть, как видите, у нас вот такая последовательность. Поэтому, ребята, запомните. И что вы видите, у нас реально появилась башка Херабрина. То есть это гены Херабрина, как можно сказать. И, в принципе, ребята, всё. Всё. Вы, Херабрин! Сейчас я даже выйду с гейммода, выключая его просто-напросто. Чтобы не говорили, что я там читерю или что-то неправильно показываю. Я выхожу с гейммода. И сейчас, ребята, мы будем становиться... ПАМ! Сыном Херабрина. Потому что это не сам Херабрин, это сын Херабрина. Ну что, ребята, в первую очередь давайте рассмотрим его костюмчик. Вот Херабрин сам выглядит вот так. Ну, или сын Херабрина, как я говорю. Потому что так мне больше нравится. Потому что у нас больше силёнок, чем у самого Херабрина. Это, ребята, сын Херабрина. То есть вот такой парадный костюм. Башка, в принципе, похожая на башку папаши. И также у нас эффекты летают. Вот смотрите, ребята, что возле нас летает. Прям нереальные такие эффекты. Это нас выделяет. Потому что у самого Херабрина таких эффектов нет. Вот такие как будто фиолетовые. Не знаю. Как будто кто-то писает. Или это сухо у него вылетает. Вот эти струи. Вот эти струи или что это. Ну, ладно, ребята. Во вторую очередь давайте рассмотрим, какие он... У нас, в принципе, даже нет смысла рассматривать какие-то эффекты. У нас все эффекты. И скорость, и прыжок, и сила, и Найт Вижен, и выносливость, и защита от огня, подводное дыхание, защита от падения, защита от взрывов. Все. Все эффекты, которые только могут существовать в Майнкрафте. Поэтому, ребята, это же Херабрин. Ребята, это же Херабрин. Но! Давайте будем рассматривать его способности. Чем обладает Херабрин? Как вы можете заметить, ну, вот чем обладает Херабрин. К этой махине давайте лучше не будем подходить. Потому что она бешеная, бешеная лагами машина. И, ребята, смотрите. Как быстро бегает Херабрин. То есть, ну, кто вас может догнать? Никто вас не сможет догнать. Но это еще не все. Вы можете включить особенную передачу, как будто в машине. То есть, как бы ее назвать? Я не знаю. Огненный пердак. Вот так можно назвать вот эту способность. Потому что, если вы перейдете в ваш первый слот вот сюда, смотрите, что будет. Когда вы бегаете... Вот, ребята, что происходит. Как только вы перейдете на первый слот вашего хот-бара, то за вами будет распространяться огонь поджигать все вокруг и всех вокруг, кто будет находиться. Допустим... Допустим, вот так. Только, как я понял, это очень громко. Поэтому я не разговариваю, когда я бегаю, потому что это реально очень громко. Но все же, ребята, если мы, допустим, забежим в какой-то домик, вот так. Дайте, вот, 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 дайте как-то забежать в этот... И выбежим, то, в принципе, мы можем сказать пока домику, потому что от этого домика ничего не останется. А мы вернемся к этому домику через 5-10 минут и посмотрим, что же от него останется. Но, ребята, сейчас, что мы будем рассматривать? Что мы будем рассматривать? Следующее умение херебрина. Это высокий прыжок. Ну, это не очень высокий прыжок, но все же, ребята. Высокий прыжок. Да прыгайте! Во, ребята! Значит, нужно смотреть вниз и прыгать. То есть, как вы видите, мы можем подойти... Ну, допустим, вот сюда. Посмотреть вниз. Прыгнуть. И запрыгнуть на вот эту крышу. Еще раз посмотреть вниз, прыгнуть и запрыгнуть на вот эту крышу. У вас как будто тоже что-то взрывается под ногами, и вы можете запрыгнуть куда вам угодно. Вот, допустим... Это получше, чем Халк. Это получше, чем какой-то Спайдермен. Ребята, это же херебрин. То есть, зачем нам Спайдермен и Халк, если у нас есть херебрин, да? Но, ребята, это еще не все. Плюс к этому умению есть дополнительное умение. Знаете что? Давайте мы сначала запрыгнем на вот этот... Вот этот полицейский участок, как я понял, да? Это же вроде полицейский участок. Вот так. И сейчас, ребята, мы будем рассматривать специальное умение Херебрина. В конце этого умения... Будет нереально крутое. Ну ладно, давайте, ребята, я вам покажу, что это за умение. Если мы подпрыгнем и будем смотреть вниз, вот так... То мы будем взрывать то, что будет находиться под нами. То есть, нам нужно подпрыгивать и удерживать Спейс для того, чтобы продолжать дальше прыгать. Но одновременно мы будем разносить все, что под нами будет находиться. Вот, ребята, в таком, в принципе, положении вы можете находиться. Ну, почему-то не всегда оно взрывает. То есть, есть иногда какие-то то ли задержки, то ли еще что-то. Но, ребята, сама суть то, что это очень круто. А знаете что, ребята? Знаете что? Дайте-ка я сейчас вернусь, потому что тут не получится показать то, что я хочу вам показать. Поэтому, ребята, секунду. Ну что, ребята, я вернулся только в обычный мир. И вы уже, наверное, поняли, что я хочу делать. А именно, ребята, я хочу добраться до Бедрока. До Бедрока, ребята. И вы посмотрите, что мы можем сделать тогда, когда мы доберемся до Бедрока. Но, ребята, перед этим. В чем заключается суть вот этих прыжков и вот этих взрывов? Это очень полезно, потому что, ну, просто представьте то, что вы сможете докопаться до нужного вам уровня для того, чтобы найти, допустим, алмазы или сделать какую-то огроменную шахту. Ну, или просто-напросто, ну, чтобы поискать приключения на свою задницу, потому что это реально будет очень интересно. Это вам очень пригодится. Вы можете просто прыгать вот так, ребята, развлекаться, прыгать туда-сюда. Подпрыгнули, упали. Подпрыгнули, упали. Подпрыгнули, упали. И тем самым, ребята, смотри, какая это уже высота. Это уже какая? Тридцатая высота. Это, ребята, уже тридцатая высота. И, в принципе, мы сейчас вот так докопаемся сюда. Главное, закрывать вот это, вот это, вот это, вот это, чтобы водички не было и чтобы мы спокойно могли добраться туда, куда нам нужно. Ребята, это уже тридцатая высота. Вы можете докопаться до того уровня, где вы сможете найти алмазы практически за две минуты. И, в принципе, ребята, после этого вы можете там обосноваться, сделать какую-то мини-шахту и продолжить добывать алмазы. В принципе, это будет очень круто. Но, ребята, давайте вернёмся тогда, когда я всё-таки докопаюсь до нужного нам уровня. И вы посмотрите, что же будет происходить тогда. Сейчас, ребята, вернёмся. Ну что, ребята, я уже практически докопался. Мне просто интересно, смогу ли я сейчас найти какие-то алмазики тут или ещё что-то. Посмотрим, ребята, а прикиньте, если мы всё-таки сможем найти. Это будет реально очень даже круто. Но прыгай ты уже. Вот почему ты иногда не прыгаешь, а? Вот это меня бесит. Сейчас, ребята, сейчас он всё-таки... Воооо, опять заработал, заработал. Давай, давай, сынхирабрина, взрывай всё вокруг. Да. И вот сейчас у нас уже будет появляться бэдрок. Потому что мы уже практически дошли до нужного нам уровня. И сейчас, ребята, будет самое интересное. Главное, чтобы тут реально много лавы не было. Это будет очень плохо. Если тут будет лава, она нам помешает выполнить наш смертельный трюк. Ребята, как только мы догопались до бэдрока. Допустим, вы тут больше не хотите оставаться. Вам хочется наружу. Но представьте то, что вам сейчас нужно столько пропрыгивать. Вы можете, в принципе, по идее, прыгнуть. Да, посмотрите, вниз прыгнуть. Но вы не сможете допрыгнуть до самого верха. Нет. Сможете. Ребята, вы сможете допрыгнуть до самого верха. То есть, всё, что вам нужно. Всё, что вам нужно, это сейчас не смотреть вниз и прыгать. А посмотреть вверх и вниз и прыгнуть. И смотрите, как вы высоко взлетите. Я ещё раз хочу опуститься вот сюда. Ещё раз вам показать. Смотрите вниз. Прыгаете. Пух. И, ребята, это офигеть как круто. Я хочу сейчас ещё раз прыгнуть. Потому что это мне очень сильно нравится, ребята. Если вы хотите выбраться отсюда. Смотрите вниз. Нажимаете на Space. И подлетаете. Хрен его знает на какую высоту. И падаете, ребята, обратно вниз. И, что самое главное, не получаете никакого урона. Это самая крутая вещь в этой команде. Да, ребята. Ну что, ребята. Мы вернулись на нашу карту. И, в принципе, нет смысла тут оставаться. Потому что самый большой прикол я вам уже показал. Но это ещё не всё. Потому что приключения сына Херабрина ещё не закончились. У меня для вас есть ещё несколько вещичек. А чтобы показать. Первая вещичка. Это, ребята. Вы сейчас увидите. Потому что это очень круто. Что мы можем сделать? Если мы снимем башку Херабрина. И поставим её в свой инвентарь. То мы не прекратим быть Херабрином. Или сыном Херабрина. Мы им и останемся. Только мы превратимся в Херабрина-призрака. Мы станем невидимым. И вас никто не сможет заметить. Вы можете бегать. И просто-напросто быть невидимым Херабрином. Но это ещё не всё, ребята. Эта способность даёт нам возможность. Да, если бы я ещё не был в гейммоде. Вот так. Эта способность, ребята. Даёт нам возможность быть призраком. Но не простым, мать его, призраком. А сверхъестественным призраком. Что, по сути, призрак это уже сверхъестественное. Но всё же, ребята. Смотрите, что мы можем делать. Я выключу гейммод, чтобы вы мне поверили. Мы призрак, да? Вот смотрите. Я одеваю башку. Мы Херабрин. Ну, сын Херабрин. Я кладу башку в инвентарь. Мы прекращаем быть Херабрином. Ребята, смотрите, что я могу делать. По идее, я могу проходить через стекло. Да. То есть мы, как будто призрак, можем проходить сквозь стены. А, конечно, не сквозь все стены. То есть я могу проходить сквозь стекло и просто-напросто в нём остаться. И это круто, потому что меня, по сути, тут никто не сможет достать. Я могу проходить сквозь стекло, но... А, сейчас, дайте. Вот так. Да, я могу проходить, но я не могу, ребята, проходить сквозь какие-то блоки. Дайте я выключу этот нафиг F5. Я не могу проходить через блоки, только через стекло. И это очень круто, ребята. Это очень круто. С башкой я не могу ничего делать. То есть, как видите, сейчас, вот так С башкой я не могу ничего делать То есть, это не работает Если я снимаю башку Где она? Вот она, стала невидимой То с этим, значит, без головы я могу пройти И это работает, и это круто Да, но это еще тоже не все, ребята Что у нас на очереди? Что я вам могу еще показать и предложить? Потому что эта команда действительно очень интересная и очень прикольная Знаете что, давайте мы возьмем Виллиджера, спаун Виллиджера, спаун Хрюшки И давайте Ну, давайте, давайте, ребята Курочки, да? Курочки Замечательно, любители курочки Меня, конечно, сегодня убьют, но все же Что я еще могу вам предложить? Как вы заметили, у меня есть тут Четыре различных Способности, то есть, их можно Назвать скиллом Первая способность это Скример Если вы, например, играете со своим другом И вы его хотите неожиданно чуть-чуть подпугнуть Ну, или просто-напросто поиздеваться над ним Вы можете к нему подойти Поставить этот скример на землю Ну, не скример, а просто-напросто звучок, да? То есть, если, допустим, друг стоит возле вас Или, допустим, вы играете на сервере Вы там админ И просто хотите поиздеваться над игроками Или что-то еще Вы подходите к ним, нажимаете Пум! Да, это не очень страшно Но все же от перепугу реально можно наложить полный Полные штанишки кирпичей Потому что Немного все-таки стремно Если, допустим, неожиданно, да? Это первая способность Херабрина Вторая способность, ребята Что это такое? Для этого я взял эти спавнеры Это яйцо делает с мобов злых людей То есть, вы заражаете своей злостью Своей темной силой других окружающих Потому что вы же Херабрин Херабрин это не добро Херабрин это зло Поэтому, ребята, вы можете превратить всех остальных монстров Тоже в злых Допустим, если мы заспавним свинок И превратим их в злых свинок То они будут превращаться Не то, что превращаться Они просто-напросто будут поджигать себя После того, как вы к ним подойдете Вот, в принципе, нужно всех, наверное, превратить Да, вот так Они начнут себя поджигать То есть, они будут очень злыми Прям пуканы, горят Если кто-то к ним будет подходить Не только вы, а и другие животные Или просто другие игроки Это, в принципе, очень круто Но, ребята Как мы сделаем плохих курочек? Как мы их наполним прям злостью И тёмной силой, и тёмной энергии Что случится, когда мы вот это сделаем? Они просто взорвутся Потому что, ребята Они настолько станут злыми Хоть это и маленькие существа Они взорвутся от того То, что их просто-напросто начнёт распирать Тёмная сила изнутри Поэтому курочки не могут быть прям какими-то Дарт Вейдерами Они просто-напросто взорвутся Да и всё Но! Мы... Воу! Вот так, ребята Вот так А я случайно побежал и поджёг Ага А мы также можем превратить Жителей в злых жителей То есть, если мы подойдём к ним И начнём с ними трейдить То, ребята Они не будут с вами трейдить Они будут превращаться в каких-то Злых ведьм с этими Аааа С этими криками Или это крик... Не, это всё вроде крик гаста Да Но всё же, ребята Суть в том, что То, что они начнут быть очень злыми И они также начнут вас поджигать Поэтому, ребята Все вокруг вас начнут быть злыми Это не круто Но всё же Херобрин есть херобрин Но, ребята Что у нас есть дальше? Дальше у нас есть полицейский участок И следующее умение Если мы заспавним Это умение То, как вы видите, ребята Мы сможем заспавнить перед собой фаерболл Тем самым, если мы его пнём То мы сможем уничтожить то Что будет находиться перед нами То есть, вот так, ребята В этом нету ничего сложного Но это прикольно Это, ребята, очень... Опа! Пнул Да, я пнул, но всё же, ребята Это очень прикольно Поэтому пользуйтесь на здоровье Это крутая способность И крутая команда И, ребята, последний Последнее умение Очень прикольное Только, к сожалению Оно не всегда работает Что делает последнее умение Оно называется Confusion ТП То есть, ТП По идее, оно должно Вот Как видите, ребята Оно телепортирует жителей Вот, смотрите Что оно с ними делает Вот это, ребята И делает последнее умение Издевается Просто-напросто издевается Если мы ещё раз вот это сделаем Да давай, давай Вот немного Всё-таки залагало Или не залагало Или оно просто так работает Мы можем над ними издеваться Если у нас это, конечно, получится И куда Вот, да Оно их телепортирует вот сюда И смотри, ребята Что оно с ними делает Это Это не перемотка Вот, смотрите Это не перемотка Оно с ними вот это делает Издевается Да и всё, ребята Помещает их в какой-то Экстремально сумасшедший мир Ну, в принципе, ребята На этом всё То есть Все способности Все умения Все фишки Сына Херабрина В данный момент Заканчиваются Ребята Давайте мы даже снимем башку И я даже вам покажу Как просто-напросто Стать обратно Обычным человеком Мы выкидываем башку на землю И мы, ребята Обычный человек Вот Да Нет Не в инвентаре А, ребята Выкидываем И всё Ребята Я ещё раз скажу Я буду очень сильно рад Если вам понравилась Вот эта серия Ссылочка на команду Есть уже в описании Вы можете зайти Скопировать И установить Её в ваш ванильный мир Майнкрафта Харета Марат Ребята Я скажу вам большое спасибо Если вы поставите лайк Потому что каждый лайк Для меня важен Чем быстрее наберём 2500 лайков Тем быстрее выйдет Новая серия Новое видео Если мы наберём Через 2 часа 2500 лайков Значит через 2 часа Выйдет новое видео Ребята Задумайтесь об этом Я просто тоже буду Очень сильно рад Я буду очень сильно рад Если вы вступите В нашу большую Дружную семью подписчиков Ребята Не ленитесь Потратьте на меня Всего лишь 2 секунды Одну на лайк Одну на подписку За это я буду Очень сильно рад вам И также благодарен Что самое важное Ребята Спасибо тем Досмотрел это видео До конца Вы не перематывали Не выключали Если вы досмотрели То вы заслуживаете Уважения Вы большие молодцы Приходите на мой канал Каждый день Потому что на моём канале Видео выходит Каждый день Я всегда буду рад вас видеть Я всегда буду рад вас видеть На просмотре видео Поэтому ребята Не стесняйтесь Приходите Я всегда вас жду Скажу ещё раз Большое спасибо За то что вы досмотрели Это видео до конца Ребята Всем удачи И всем пока